Ну что, всем привет еще раз. Расскажу пару слов о ШАДе. Обучение началось и две идеи, которые хотим с вами поделиться. Первое, то что с этого года в ШАДе есть четыре направления, в соответствии с которыми люди берут курсы. Первое это Data Science, потом разработка машинного обучения, разработчик машинного обучения, потом инфраструктура больших данных и четвертое это анализ данных в прикладных науках. Очевидно, что Data Science это больше про прототипирование и тестирование каких-то вещей, то есть реализация на коленке быстро, чтобы что-то проверить, проанализировать. Разработчик машинного обучения чуть более глубоко, когда уже нужно код внедрять в продакшн, то есть чуть ближе к Computer Science. Инфраструктура больших данных это уже гораздо более серьезный Computer Science. Ведет там, кстати, Макс Бабенко, и это уже для людей, которые хотят удариться именно в программирование. И четвертое направление это внедрение Data Science инструментов не в IT. Я подумал, что больше всего мне подходит разработчик машинного обучения, поскольку разобраться с тем, как работает продакшн и немножко познакомиться поближе с Computer Science есть смысл, но при этом сильно слишком подгружаться в разработку, в продакшн не стоит, поэтому не инженер больших данных. Возможно, пошел бы туда сейчас, если бы пошел в ШАД на 6 лет раньше. Вот так вот. Такие направления, видимо, на них вы пойдете как раз в следующем году, кто будет поступать. Вторая мысль. Главные слова в ШАДе – это боль и страдания. Почему так? Потому что очень много учебы. Очень много учебы, очень много дедлайнов, и все это нужно сдавать, и на это нужно очень много инвестировать времени. Поэтому в ШАДе с подачи господина Рыгоровского принято говорить, что вот эту задачу я сдал с большим количеством страданий, а вот здесь будет много боли, а вот здесь будет еще какие-то страдания. Вот здесь заканчивается все самое веселое, и начинается боль. Забавно звучит, но в этом есть на самом деле смысл. ШАД – такая штука, которая заставляет тебя инвестировать туда время. Задания не то, что прям сильно rocket science, они непростые, но решаемые. Но главное, чтобы решить, нужно очень много времени потратить, и заданий очень много. Если ты готов потратить это время, то ты учишься в ШАДе, все круто, и потом выходишь толковым data scientist или разработчиком. Если ты не готов это время тратить, то до свидания тебя погоняют. Интересно, как эта мысль контрастирует с современными понятиями образования, про геймификацию, попытка заинтересовать людей в обучении, мотивирует все дела. Наверное, эти штуки все работают, конечно, и может быть, как-то их можно использовать, чтобы обучать, наверное, каким-то вещам попроще. Но когда начинается какой-то хардкор-став типа data science, computer science и новое подобное, тут, к сожалению, нужно взять всю свою мотивацию в свои руки, приготовиться к боли и страданиям и мочить. И только тогда будет результат. Если так не делать, результата не будет. Поэтому геймификация – это здорово, но старая, добрая, упорная работа никуда не девалась. Хотите добиться результата в обучении – другого пути нет. Ну, и еще одна мысль, цитата одного японского мудреца. «Боль неизбежна, а вот страдания – это ваш выбор». Поэтому я надеюсь, что у меня в обучении боли будет достаточно, но вот от страданий я постараюсь избавиться. В следующий раз расскажу, как справился с алгоритмами, плюсами и тервером. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова